Если за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, то за каждым успешным спортсменом стоит его тренер. Это человек, который может превратить обычного парня в звезду мировых масштабов. Впервые в спортивную секцию Юнус Аздоев записался в 10 лет. За короткий срок завоевал звание заслуженного мастера спорта по самбо и дзюдо. Позже стал тренером и отдал этому делу более 35 лет. Его воспитанников уже давно исчисляют не десятками, а сотнями. Два заслуженного мастера спорта. Это Хасан Халмурзай, олимпийский чемпион, и двукратный призер мира Мустав Могучков. Он тоже заслуженный мастер спорта. Есть мастера международного класса, это порядка 5 человек. А мастеров спорта у нас порядка 3-4 десятка. Тренером высшей категории Аздоев стал в 93-м. В 2004-м его признали заслуженным тренером России. Но самым ярким событием в карьере, безусловно, стала победа воспитанника на Олимпийских играх в Рио. Я ему сказал, Хасан, второе место – это не наше. Нужно будет первое место, и первое место – это большая история. Братьев Халмурзаевых под свое крыло Юнус Аздоев взял еще, когда Хусен и Хасан учились во втором классе. Опытный тренер сразу заметил бойцовские качества и волевой характер спортсменов. В одном из первых интервью после победы Халмурзаева на Олимпиаде Аздоев признался. Он обещал отцу своих воспитанников, что будет всегда присматривать за ребятами. Ну вот так по-настоящему хорошо присмотрели. Один уже Олимпийский чемпион, теперь второго нужно делать Олимпийским чемпионом. Это было, и действительно такой разговор у нас состоялся. Ну и дальше мы двигались всю ночь, показывая высокие результаты по молодежи. Первенство Европы выиграл Хасан Патон и до 23 лет. И сейчас последний чемпионат в Казани Европы, который он выиграл, это и стало предметом того, что он оказался среди членов сборной России и представлял нашу страну на Олимпийские игры в Ри-До-Жанейро. Это победа, как и победа любого спортсмена. Далеко не счастливый билет в лото. Это результат многолетнего труда как самого спортсмена, так и его наставников. Самих олимпийцев сразу после игр награждал Владимир Путин, а тренеров, воспитавших звезд, в Олимпийском комитете отметили неделю назад. За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на играх 31-й Олимпиады, тренер по дзюдо Центра спортивной подготовки Ингушетии Юнус Аздоев, указом президента Российской Федерации, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и признан заслуженным работником физической культуры и спорта. Конечно, очень приятно, когда награждают и премируют, тоже после Олимпийских игр глава республики, когда дают квартиры, машины и тем же спортсменам, которые показывают результат, когда им тоже дают такие награды, они очень радуются. Естественно, и мы не исключение радуемся, когда страна, республика, должным образом благодарит за проделанную работу. Сегодня Аздоев замещает директора детской спортивной школы по дзюдо. Многие родители мечтают, чтобы их чадо попало во внимание тренера высшей категории. Во время прямого эфира на национальном радио дозванивались слушатели, которые могли выслушать ценные советы от именитого тренера. Спортсмены не мечтают, а ставят перед собой цели. Следующий триумф, который запланировали ингушские дзюдоисты, это летние Олимпийские игры в Токио 2020. К ним Аздоев обещает подвезти сразу двух братьев Халмурзаевых. Зарема Ивлоева, Султан Булгучев, Новости 24.